Хорошие специалисты на вес золота. В 2021 году в регион приедут медицинские работники в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». О героях нашего времени в следующем сюжете. Лыгжимана Мсараева еще студенткой окончила медицинский институт. Однако свою профессию выбрала не сразу. Дело случая. Познакомилась с выпускницами будущими стоматологами. Они-то ее и уговорили. Мне посоветовали, иди в стоматологию, не пожалеешь. Я на завтра пошла уже, подала документы и сразу на стомфак. Вот они мне фактически всю жизнь мою перевернули. И я нисколько не жалею, что именно выбрала именно стоматологию. За плечами врача-стоматолога огромный стаж. 10 лет в районном центре, 20 лет во второй городской стоматологии Улан-Удэ. Теперь Лыгжима переехала в наш заполярный край. Трудится в телевисочном здравпункте по программе «Земский доктор». Хотелось бы открыть новую страницу для своей жизни, как 20 лет спустя я открывала после районного центра. Поэтому это выбирали. Но выбрала именно сюда, что сюда я выбрала. Эта коллега сюда приезжала, отработала полгода. Она уехала по семейным обстоятельствам. И когда она уехала, я у нее спросила, ты откуда приехала. И она дала координаты мне, Алексею Владимировичу. Ну еще я созвонила с Алексеем Владимировичем, все свои резюме отправила. После некоторого времени он меня пригласил. В 2020 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в округ были привлечены 9 специалистов из разных городов. И я нисколько не жалею, что именно попала. Хотя родственники, родные, друзья, все удивились. Ты какую даль уехала? Для них это было вообще шок. Пациенты все потеряли. Все спрашивают, вы где? Я говорю, далеко-далеко. В Арктике, я говорю, все удивляются. Ну вот так жизнь меня перебросила сюда. Проработав еще только три месяца, Лык-Жима уже успела отправиться в свою первую командировку в деревню Андик. Волшебные руки и настоящий талант. Именно так отзывались о докторе-пациенте. Сейчас она у нас работала в Андике. Две недели отработала, приехала с Андиго с хорошими отзывами. С 1 февраля она у нас будет работать в Великовисочном. Далее в марте у нее Оксина. А дальше опять у себя в Талевске. Лык-Жиманом Сараева в командировках работает на портативном оборудовании. Даже если нет стоматологического кабинета, для врача золотыми руками это не проблема. Мы очень рады, потому что наблюдаешь, когда за работой Лык-Жимой чем-то ржевеной, и прям заметно, вы знаете, в ней профессионализм заметен. Ну вот там рука на работу, но уже вообще замечательно. Мы очень рады. Я думаю, что население очень радо. Я очень бы хотела, чтобы близлежащие населенные пункты к нам обращались сюда, потому что работать здесь ей намного удобнее будет, потому что вы сами видели, что условия созданы такие, какие надо, а не то, что там три погибели, согнувшись над человеком на стуле, на каком-нибудь, да? Вот. Поэтому по записи телефоны есть, пожалуйста, звоните, записывайтесь, и мы будем вас с удовольствием принимать, а вы будете обозревать наше заведение. В 2021 году по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регион планируется пригласить 10 медицинских работников. Мы ждем, что к нам приедут неврологи, кардиологи, онкологи. Также у нас есть потребность в акушерогинекологах. Есть потребность, вот она сейчас недавно у нас выявилась, здесь тем, что доктора ушли в декретный отпуск и уволились. Это врачи-терапевты-участковые. То есть специалистов мы этих ждем, либо из других регионов, либо от тех, которые поручились по целевым программам в медицинских вузах страны. Добавлю. По условиям программы медики, переехавшие в регион, получают единовременную компенсационную выплату. Врачи, приехавшие работать в Наринмар, получают 1 миллион рублей. Фельдшеры – 500 тысяч рублей. Врачи, переехавшие на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок, получают 2 миллиона рублей. Фельдшеры – 1 миллион рублей.